Добрый день дорогие друзья, Швещенко Тарас снова с вами. Я хотел бы поговорить об этом фильме Капитан Марвел и о проблемах, которые он представляет для киновселенной Марвел. В первую очередь о повествовательных проблемах. Мое мнение основано на том, что нам показали в тизерах, намеках, которые создатели фильма говорили на всей этой маркетинговой кампании. Если вдруг оно ошибочное, виноваты они сами. Они создали определенное мнение о фильме. Они в определенном направлении подтолкнули потенциальных зрителей. О чем я говорю про повествовательные проблемы. В рамках киновселенной есть один общий сюжет, который развивается. И все фильмы, которые входят в эту киновселенную, их индивидуальные сюжеты, они развиваются в русле этого общего сюжета. И вот это вот видение вот этого персонажа сейчас вот на этой стадии, вдруг она появляется. Мы ее толком не знаем, ее еще на сцену не вывели, но нам уже рассказывают, какая она офигенная, какая она круче всех остальных. Как она всех тут вдруг спасет. То есть фактически у нас есть определенные персонажи в этой киновселенной. Они заслуженно полюбились зрителям, они заслужили их любовь. И их всех по большому счету сейчас приносят в жертву ради нового персонажа, которого еще толком и не вывели на сцену. И это несет в себе такие вот проблемы, связанные с тем, что это очень сильно отдает пропаганды. Чем отличается пропаганда от нормального, органичного, естественного повествования? В том, что в нормальном повествовании сюжет и то, куда он писателя, создателя заведет, играет первую скрипку. А уже там идеи и так далее, они органично потом вплетутся неизбежно в сам этот сюжет. В пропаганде сначала идет идея. И эту идею, как подпорки, как декорации, она развивается в определенной сюжетной линии. И поэтому сюжет здесь играет вторичную роль. И так как сюжет, само повествование не может органично развиваться, оно сильно ограничено, то это приводит к тому, что сюжет и все повествование становится искусственным. И оно не затрагивает людей так, как естественный, органичный сюжет, который можно сравнить с деревом. А писателя, сценариста, рассказчика можно сравнить с садовником, который подрезает, отрезает ненужные ветви для того, чтобы придать определенную форму повествования. И естественно, органичное повествование не будет безидейным. Потому что писатель, рассказчик, сценарист, у него есть свое мировоззрение, которое неизбежно проявится вот в этом вот фильме. Но оно будет вплетено в этот фильм, оно будет естественным, оно будет его частью, а не основой, вокруг которого все строится искусственным образом. Поэтому органичные фильмы гораздо крепче западают в душу зрителя, чем пропаганда. Потому что пропаганда в основном, есть у нас идея, мы тут определенные декорации выстроили, и мы вам его вколачиваем в голову, как кувалды. Это именно то, как выглядят комиксы Marvel последние 10 лет. За последние 10-15 лет комиксы Marvel стали образцом пропаганды, причем такой тяжеловесной, которая тебя вот именно гвоздит в голову, хочешь ты того или нет. И продажи падают, это конечно же имеет свои последствия. Киновселенная Marvel, она была до этого момента счастливым образом избавлена от всей этой ерунды. Но судя по всему, директор Marvel Studios Файги позволяет этой ерунде проникнуть в киновселенную, угнездиться там, отложить какие-то яйца, личинок там и так далее, чтобы оно там разрасталось. Возможно я не прав, возможно это не так, возможно фильм будет нормальный, к минимуму будет сведена вся вот эта вот ерунда. Но, даже если фильм окажется нормальным, если я окажусь неправ, это не снимает ответственности с маркетинга фильма, который определенный создал впечатление у людей, которые потенциальными зрителями этого фильма являются. Им надо надавать по попке, если вдруг они завели людей в совершенно ненужные дебри. Если будут финансовые потери у этого фильма, виновата маркетинговая компания, вот эта девушка Бри Ларсон и все в определенной манере этот фильм представляли будущему зрителю. Напоследок я хотел бы сказать несколько слов о фильме Мстители Финал. Мы видели несколько тизеров этого фильма, промо роликов и в них во всех совершенно очевидным образом отсутствует капитан Мару. При том, что мы знаем, что этот персонаж будет наверняка там. И поэтому создаются опасения, что она в самый последний момент выскочит как чертик из табакерки и всех спасет, всех поразит своей офигенной крутизной. Покажет, что все остальные персонажи, которые чили что-то там сделать с Таносом до нее, они просто бессильные импотенты. И примет на себя такую совершенно незаслуженную роль всеобщей спасительницы. Это будет фактически плевок в лицо зрителям, которые привязались к персонажам, которые были вот эти персонажи существующие. Они заслужили эту любовь. Они были выстроены очень тщательно в течение последних там 10 лет, в течение многих фильмов. И вдруг их всех в одну кучу выкинут на помойку ради того, чтобы возвеличить один персонаж, который еще по большому счету никому не знаком и совершенно этого не заслуживает. Возможно я ошибаюсь. Возможно все это не так. Возможно я, как и многие люди, введен в заблуждение маркетинговой кампании, которая направила нас по ложному пути. Я буду только рад. Я с большим удовольствием хочу посмотреть хороший интересный фильм с интересным сюжетом, не запятнанным лишней политкорректностью и лишней вот этой вот совершенно ненужной ерундой, которая здесь абсолютно ни к чему. Это должен быть легкий фильм по комиксам и так далее. Нечего его перегружать всякой чушью. Но если же я окажусь прав, если же маркетинговая кампания правильно отражала суть этого фильма, я могу сказать только одно. Это начало будет конца этой киновселенной. Они сделают с киновселенной Марвел то, что они сделали с последним джедаем. Я надеюсь я не прав. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Этот фильм является таким образчиком культурной войны. Я буду дальше его освещать. Я собираюсь пойти посмотреть, чтобы убедиться прав я или не прав. Если я буду не прав, я буду только рад. Это значит, что у нас впереди будет много еще интересных фильмов Марвел, не запятнанных всякой чушью. В любом случае я буду дальше делиться новостями, касающимися этого фильма. Поэтому подписывайтесь, всего самого лучшего и жду вас снова на моем канале. До свидания.